Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня новое занятие и мы продолжим на этом занятии изучать длительности. Как вы помните на первом занятии мы изучили три основные длительности. Это целая, половина, четверть и как бы после этого нужно изучить нам сегодня восьмую. И восьмая на самом деле в два раза меньше четверти, значит она в два раза быстрее четверти. Рисуется она следующим образом. У нее к штилю, ну вот как бы если четверть просто имеет штиль и закрашенную головку ноты, то здесь у нас образуется хвостик. Но если этих восьмых становится больше, то есть допустим одна, две, ну больше, больше одной. Тогда они объединяют эти хвостики вот в такой вот флаг, такой транспарант. И в общем-то такой транспарант, такая крыша, ну еще и в музыкальных словах называют крыша, называется ребро. Соответственно ребро может объединять под себя сколько угодно этих восьмых, и в общем-то это облегчает как письменное написание вот этих вот восьмых, так же и чтение очень-очень облегчает. Так вот шестнадцатая допустим обозначается абсолютно так же как восьмые, просто еще один флажок добавлен. Абсолютно то же самое шестнадцатые, когда их больше становится, больше одной, могут объединять эти хвостики в некие вот эти вот крыши, ребра, которые мы видим. Дальше тридцать вторая образует еще хвостики, то есть уже три хвостика у тридцать второй. И также с крышами дела обстоят. То же самое шестьдесят четвертая, и сто двадцать восьмая, и двести пятьдесят шестая, но в общем-то больше двести пятьдесят шестой я вообще в нотах не видел, чтобы рисовали такие мелкие длительности. Это очень быстро, даже в медленных темпах. Вот наша же задача сегодня изучить восьмые. А именно, сейчас мы выполним практическое задание, где под метроном научимся делить метроном по сути на один удар метронома, за один удар метронома у нас должно приходиться ровно, заметьте, ровно две восьмые. То есть две штуки должны вместить, причем ровно. И естественно у нас в начале будет четыре пустых удара, ну как и в прошлых занятиях, для того чтобы вы могли вступить и настроиться. Давайте попробуем, как же это сделать. Переходим в наш тренажер, где выбираем занятие три-один, именно упражнение. Делаем. Можете, кстати, в начале послушать, как это будет. Три-четыре. И вам сыграет тренажер. И как только вы настроитесь, здесь очень важно привыкнуть. То есть со временем ваше тело, ваш мозг привыкнет к восьмым и вы уже спокойно сможете под метроном стучать любые восьмые в любых местах в любое время дня и ночи. Но пока вам действительно нужно привыкнуть к этому. Давайте попробуем оттренировать это в темпе шестьдесят. Два, три, четыре. Ну вот такой вот. В принципе, ну я бы не сказал, что легкое. Для начинающих это не легкое упражнение. В общем-то, хорошее упражнение, которое научит вас стучать восьмые именно под метроном. И как только вы этому научитесь и у вас не будет ошибок, можно переходить к следующему упражнению. А следующее упражнение это просто научиться соединять четверти с восьмыми. То есть переходить, ну вот в данном случае у нас сначала идут четверти и переходить на восьмые. То есть, так скажем, ускоряться, в два раза быстрее играть. Здесь четверти они совпадают с метрономом, а восьмые играют ровно в два раза быстрее. И наоборот, обычно проблема первое время у учеников то, что они не могут перейти с восьмые на четверти. То есть и туда, и обратно. Давайте сейчас попробуем это сделать. Переключаем задание на три-два. Включаем старт. Ждем пустые четыре удара. Три-четыре. И поехали. Ну, отлично. Здесь вы стараетесь, я напоминаю, как работает тренажер, вы стараетесь добиться так, чтобы здесь были одни зелененькие ноты. То есть, никаких желтеньких старайтесь, никаких красненьких. Желтые – это нормально, но в режиме низкой точности это, так скажем, не очень хороший результат. Поэтому стремимся к зеленым. И только тогда, когда у вас все зеленые, стараемся, переходим к следующему упражнению, в котором мы уже возьмем упражнение с первого занятия и добавим в него восьмые. Вы помните, у нас было в первом занятии упражнение, где мы спускали длительности, а потом их поднимали. То есть, сначала целая была, две половины, потом целый так, четвертей, потом четверть и обратно половина и целая. А сейчас мы еще добавили восьмых. Вот давайте попробуем уже полную версию эту сделать. Задание 3-3. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, раз, два, раз. Совпадаем. Три, четыре. Пополам делим метроном. Еще один такт восьмых. Раз, два, три, четыре. Раз, два, раз, два, раз, два. И держим. Поскольку это длительности, их надо держать. Единственное, в чем возникают у учеников проблемы, это посчитать вот эти все восьмые. С курсором понятно. То есть, если вы, допустим, делаете все занятия с курсором, здесь проблем нет. Вы видите курсор и как бы ему следуете. Возникают проблемы тогда, когда вы выбираете режим скрыть курсор и делаете это чисто на слух. Ну, собственно, эти все упражнения нужно без курсора делать. Просто это, так скажем, вот эти две опции, они облегчают режим. То есть, нужно в итоге все упражнения, вот эти все упражнения в занятии пройти на высокой точности и на скрытом курсоре. Так вот, этот курсор скрытый и здесь ученики прямо теряются очень сильно. Опять же вспоминаем, нам помогает счет. То есть, вы здесь, когда начинаете стучать, вы вот эту каждую группировочку, вот этой каждые две восьмых считаете. Раз, раз, два, ну, давайте попробуем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. То есть, вместе с метрономом считаете, и тогда вы перестаете ошибаться. Буквально уже через некоторое время вам не понадобится считать, у вас автоматически будет чувствоваться вот это вот чувство восьмых будет. Хорошо, давайте посмотрим дальше. Что же еще нужно сделать? Нужно сыграть все ту же версию, вот то, что мы сейчас сыграли, но более короткую. Поскольку мы в прошлом занятии изучили разные размеры, вот сейчас как раз это знание и применим. В общем-то, все то же самое, только здесь целых нет, а так по целому такту длительности. Давайте посмотрим. Вот. И здесь для разнообразия написаны восьмые хвостиками. То есть, как это бывает в вокальных партиях, например. То есть, там их не объединяют крыши, а пишут отдельно. Давайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, раз, два. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Ну, в общем-то, вот один из примеров того, что я растерявшись, нажал немножечко позднее и получилась у меня близкая нота. То есть, нота чуть-чуть опоздала, но поскольку у меня низкая точность, ну, высокой точности бы это засчиталось как неправильно. Но вполне достойно. Все нормально. То есть, так можно тренироваться первое время и это нормально будет. Ну, хорошо. Давайте дальше посмотрим следующее задание. Оно такое же, как и предыдущее, только в этом задании уже на три четверти мы сыграем. То есть, опять целый такт. Ну, здесь не получается уместить целый такт в половину, да? Или целых. Здесь приходится еще лишнюю четверть в начале поставить и как раз лишнюю четверть в конце. Ну, заодно потренируетесь. И потом целый такт четвертей, да, и целый такт восьмых. Давайте посмотрим, как это будет звучать. Нажимаем на старт. Четыре удара ждем. Четыре. И поехали. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. 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 покажу без курсора и с высокой точностью давайте попробуем я сыграть с высокой точностью и без курсора как видите высокой точности неважно уже что у вас есть близко ну то есть это хорошо но на самом деле если прислушаться музыканты не всегда попадают прямо точно 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 но зато этот тренажер может выработать вас вот эту вот точность и уже в следующий раз когда вы будете играть произведения они будут звучать прекрасно встретимся на следующих занятиях пока